День рождения поселка в минувшие выходные отметили жители Забойского сельского поселения. Такие праздники здесь всегда было принято отмечать дружно, весело и обязательно всем поселкам. Говоря проще, одной большой семьей. Так было и на этот раз. О том, как он прошел, расскажут наши корреспонденты. У каждого человека есть место, которое ему особенно дорого, где бы он ни жил на этой огромной планете. Место это называется Малой Родиной. У кого-то Малая Родина, большой город, крупный промышленный центр, а у кого-то маленький поселок, раскинувшийся на берегу большой реки. Праздник в поселении открылся спортивными состязаниями. Утром прошел турнир по футболу, а вечером впервые состоялись соревнования по одному из самых захватывающих и зрелищных видов спорта конкуру. В день поселка Забойский впервые состоялись соревнования по конному спорту. В жизни каждого человека бывают дни, часы и годы, которые обозначаются в памяти как своеобразные вехи. Такой вехой для любителей спорта этого поселка стали соревнования по конному спорту. Соревнования по конному спорту были организованы на Кубок главы крестьянско-фермерского хозяйства Слюсаренко. Я очень благодарна, что именно сегодня, в день нашего поселения, мы вспоминаем и поминаем моего покойного мужа Владимира Терентьевича. Он любил свой поселок, он гордился им, он любил жителей этого поселка. И светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Он был воином, был борцом, любил побеждать, умел проигрывать. Светлая ему память. Трудолюбие, доброжелательность, работа во благо своей малой родины – вот главное, что отличает жителей Забойского поселения. Именно благодаря их труду поселок сегодня такой уютный, красивый, благоустроенный. А самое главное, по словам главы Забойского сельского поселения Александра Крудько, что все жители очень дружные. Вы были на соревнованиях, вы видели, да, сколько пришло детей с родителями, поколение старшее. Очень даже старенькие бабушки, дедушки тоже приходили и смотрели. Поэтому это говорит о том, что мы дружные, мы все вместе. И вот сейчас здесь уже люди подходят, мы можем даже не поместить все в наш актовый зал, хотя вмещают 400 человек. Дружные, отзывчивые люди. Сергей – тонкий местный казак, можно сказать, старожила поселка. Живет в Забойском с рождения и очень гордится своей малой родиной. Особенно приятно, говорит Сергей, что молодежи и детей в поселке очень много. Надо своим детям дать такое образование, чтобы оно было нужно именно поселку. Это наша малая родина, вообще наша родина. Если мы отсюда разъедемся, можно найти где-то место послаще, повкуснее. Но это наша родина, мы здесь выросли, мы здесь, где родился, там и пригодился. Мы забойчане, я этим горжусь, я горжусь нашим поселком. Жизнь в городе отличается от жизни в маленьком поселке. И большинство, особенно молодых людей, отдаёт предпочтение городской жизни. А вот Василий Волосов, житель посёлка Забойского, признаётся, что его душа всегда лежала только к родному селу. Вся жизнь практически здесь прошла. Здесь вырастил сыновей, здесь появились у меня растут внуки. И свой посёлок, я считаю, самый лучший посёлок на земном шаре, и никто мне больше ничего не нужен. В день рождения поселения дружные земляне собрались в зале сельского дома культуры. От имени администрации и Совета Славянского района жителей поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. Я хочу от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Синяковского поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам всего самого-самого доброго. На сцене с гордостью и благодарностью славили ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, почётных жителей поселения, старожил и всех, кто внёс большой вклад в его развитие. Среди награждённых отмеченными благодарственными письмами главы поселения Анна Шевцова. В её трудовой книжке указана лишь одна запись, так как она 28 лет проработала директором школы номер 20 посёлка Забойского. Тогда вот у меня, у молодой, было такое мнение, что лучше быть первым в селе, чем где-то в городе, никем. Это раз. Потом я всегда хотела быть учителем, я им стала. Ну и родная школа-то и есть родная школа. Я рада, что сейчас главой работает наш бывший ученик, наш учитель бывший, который знает все нужды посёлка. И у него это всё получается очень хорошо. И ремонтируются дороги, и строятся детские площадки, и организуется досуг молодёжи, и сохраняется его усилиями, и амбулатория работает, и многое другое. Поэтому я считаю, что за посёлком будущее. Творческими номерами всех собравшихся порадовали местные коллективы и воспитанники Центра развития творчества детей и юношества Станицы Петровской. Этот день не отмечен в календаре, но он внесён в книгу летописи поселения. И пусть посёлок Забойский – это то место, которое частенько называют провинцией, но зато она одна, родная, прекрасная и единственная для всех её жителей.